всем привет друзья в последнее время получаю очень много вопросов связанных с разной тематика финансовых рынков понял что есть определенного рода пробелы которые нужно закрывать специально для этого на канале а маркетс очень скоро появится секция название правда еще не придумал но дело наживное где формате видео ответов буду показывать рассказывать все что знаю сам поэтому если кто-то еще не подписался можно сделать это прямо сейчас вот прям здесь также каждому видео будут таймкоды для быстрой более удобной навигации по контенту ну что поехали сегодняшняя тема почему сша решили объявить торговую войну китаю ни для кого не секрет что экономики сша и китая сегодня самые крупные в мире с колоссальным торговым оборотом но и таким же колоссальным огромнейшим дисбаланс в восемнадцатом году сша импортировали из китая товаров на сумму чуть больше 500 миллиардов долларов в то время как импорт китая и сша составил только лишь 150 что это значит элементарно китай заработал на сша в три с половиной раза больше сша соответственно в три с половиной раза меньше вас бы на месте штатов это не бесило думаю что ответ очевиден однако как и всегда есть одно маленькое но дело в том что речь идет о валовы несбалансированности торговли что не совсем верно отражает масштаб проблемы дело в том что китай один из участников мировой цепочки формирования добавленной стоимости и значительная часть стоимости продукции который экспортирует китай была создана не на территории китая а просто впоследствии ввезена им для дальнейшей переработки на своей территории так например статистически подтвержденный факт что в десятом году китай произвел и экспортировал сша айфоны на сумму 2 миллиарда долларов однако если и стоимость этих телефонов вычесть стоимость импорта китаем компонентов то вклад самого китая общую цену по этому товару составит всего лишь 70 миллионов долларов оставшиеся суммы в объеме 1 и 9 миллиарда представляет дефицит торговли айфонами между сша но уже не китаем а другими странами южная корея германия япония которые и поставляли компоненты айфонов в китай безусловно не по всем товарам валовый дисбаланс почти полностью корректируется с помощью добавленной стоимости тем не менее именно валовые показатели торговли товарами между сша и китаем были использованы трампом в качестве одной из причин развязаны тарифной войны которую он устроил чего добивается трамп есть формальные причины которые для красного словца я считаю что они не отражают действительность но все же их нужно отметить трамп хочет снизить дефицит торговли между странами вторая причина он хочет защитить права интеллектуальной собственности своих производителей потому что китай действительно производят контрафакты это ни для кого не новость созданная в двенадцатом году в сша комиссия похищения интеллектуальной собственности определяет китай как самого злостного нарушителя американских прав точный объем почитать очень нарушенных прав очень трудно но считается что речь идет о возможно ущербе до 600 миллиардов долларов в год а теперь к тому почему же реально заварилась эта каша это другие причины субъективные возможно для меня друзья но я делюсь я считаю что первая причина это импортозамещение трамп хочет вытеснить импорт территории сша но не потому что он заботится о национальных производителей ребята будем реалистами а потому что он думает о том что он будет использован в своей следующей предвыборной кампании напомню что трамп победил на выборах шестнадцатом году а с минимальным отрывом от демократов чтобы обеспечить поддержку своих решений повысить шансы быть переизбранным уже в двадцатом году совсем скоро ему крайне важно максимально расширить свой электорат так уж сложилось что меры торговой политики нацелены на импортозамещение это самая действенная популистская политика в любой стране и специально в этом курсе одним из первых шагов торговой войны со стороны сша стала повышение импортных тарифов на сталь и алюминий в отношении всех стран металлургия и угольная промышленность это одни из самых организованных и сильных лобби в любой стране кстати европейский союз как экономическое объединение начался именно с европейского объединения угля и стали согласовав интересы с этими отраслями можно добиться значительного роста популярности среди тех избирателей дохода которых зависит от успехов деятельности компании в этих отраслях трамп повысил импортные тарифы на стали и алюминий под предлогом защиты национальной безопасности но самое интересное что он не представил доказательства того что это действительно так что роста импорта со стороны китая в плане алюминий стали нарушал как раз эти самые требования безопасности проблемы в этих секторах нам взят появились еще очень давно в 2000 на годах может быть даже пораньше и отмечу что китай является не для кого-то может быть и основным поставщиком стали на рынок но не для сша для сша это канада бразилия южная корея мексика даже на россию приходится около 10 процентов всего экспорта вторая реальная причина это сдерживание технологического роста китая который уже давно стремится повысить уровень своего технологического превосходства правительство и коммунистическая партия в последние годы запустили несколько амбициозных программ нацеленных на достижение вот этого технологического прорыва эти программы определяют приоритетные отрасли в рамках которых предлагаются значительные средства государственной поддержки для приобретения китайскими компаниями иностранных технологий сша считают что мощная господдержка технологических секторов вместе с существующими проблемами в области защиты прав интеллектуальной собственности повысить риски для них ну честно говоря в этом есть определенная логика интересно что в последние годы китай очень быстро наращивает и оборонные расходы которые восемнадцатом году впервые достигли уровня почти в 1 триллион и юаней это около 150 миллиардов долларов расходы китая на оборонку сейчас вторые в мире после сша но если в пятом году номинальные расходы китая представляли собой лишь 10 процентов от соответствующих американских то уже год назад этот показатель вырос до 40 кстати китайские программы промышленной политики предполагают технологические прорывы и в военных отраслях поэтому действие администрации трампа сейчас соотносится с тем что он трамп пытается сохранить за сша лидерство в оборонной сфере ну и говоря про последствия торговой войны я считаю что здесь можно рассмотреть вопроса в двух плоскостях если мотив первую очередь электоральный то обеспечение поддержки на выборах в двадцатом году поможет нам как инвесторам и трейдерам рассчитывайте надеяться на то что ограничительные меры потихоньку идут в прошлое будут недолгими инвесторы не буду значительной мере меня географию своих проектов продолжая активно использовать китайские площадки в рамках цепочку добавленной стоимости поэтому торговая война сша китая приведет лишь к небольшим к небольшим непроложительным на риском для мирового экономического роста хуже если цели торговой войны имеют долгосрочную перспективу в этом случае инвесторы будут вынуждены пересмотреть географию своих планов и китай столкнется с значительным оттоком капитала с потерями иностранных инвестиций и все это приведет к еще большему экономическому спаду лично мне кажется что развитие событий к сожалению пойдет по второму сценарию а как думаете вы друзья